дорогие мои подписчики и гости канала здравствуйте я хотела показать вам как сделать декоративное закрытие никогда его не видела я много чего может быть не делала но я видела по крайней мере а вот такого закрытия никогда не видела говорят что спасает от закручивания лицевой глади края лицевой глади я в общем то думаю что для толстой пряжи вполне она спасет а для тонкой пряжи возможно просто нужно будет постирать тогда ну и выпрямиться о вернее он выпрямиться край ну вот сейчас я вам показывается закрытие значит делается она палитного на изнаночной стороне я связала два образца поскольку хочу сделать это закрытие еще и на лицевой стороне хочу посмотреть как это будет выглядеть значит на изнаночной стороне мы сейчас снимаем кромочную и вот эту протяжку между кромочной петлю и мы закидываем на левую спицу сейчас эта петля должна выглядеть примерно как вот при укороченных рядах дамы по 5 до не примерно так она и выглядит когда мы подтягиваем петлю при укороченных рядах вот таким образом она выглядит это подтягивается не и петля из нижнего ряда и вот сейчас подобие дужки мы должны провязать лицевой петлей эту петлю и теперь мы должны закрыть ее кромочной сверху протянули через кромочную теперь действуем также накидываем протяжку сверху на левую спицу получили вот такую подтянутую петлю подобие дужки провязываем лицевой петлей за переднюю стенку снимаем со спицы и сразу же закрываем предыдущей петлей протянув сверху сразу же делаем закрытие далее действуем также протяжку на спицу вот если бы это были бы укороченные ряды я бы провязывала вот таким образом за заднюю стенку но в этом случае мы как бы перекручиваем эту петлю провязываем за переднюю стенку провязали подобие дужки за переднюю стенку лицевой и сразу же закрыли предыдущей петлю протянув через нее снова накидываем протяжку на левую спицу подобие дужки провязываем лицевой и сразу же протягиваем через предыдущую петлю закрываем накинули протяжку так мы в общем-то действуем до конца ряда лучше использовать спицы острые так удобней вот таким образом закрываем сейчас до конца ряда важно именно подобие дужки это делать вот таким образом уже сейчас выглядит видите это закрытие вот такой валик делаю на крупный поскольку на крупный пряжи поскольку конечно для мастер-класса так лучше для того чтобы вам было лучше видно продолжаем накидываем сверху протяжку подобие дужки подхватили за переднюю стенки провязали лицевой петлей сняли со спицы сверху накидываем предыдущую способ несложный делаю как сказала первый раз единственное возможно он немного подольше больше времени займет чем классическое закрытие но уж тут выбирать каждому вот сейчас у нас осталась одна петля и кромочная еще закинули протяжку провязали за передние стенки за передние дужки лицевой петлей протянули через предыдущую и вот сейчас перед кромочной петлей мы протяжку закидывать не будем а просто-напросто провяжем ее изнаночной как обычно и накидываем предыдущую закрытие закончилась по изнаночной стороне давайте посмотрим как это выглядит вот таким образом выглядит закрытие вот такой валик с изнаночной стороны вот так выглядит с лицевой вот таким образом спасает ли от скручивания лицевой глади но я бы сказала что в общем то да даже вот первые ряды в начале я провязала платочной все равно немножко подкручивается с этой стороны нет не подкручивается и выглядит вполне эстетично делала первый раз говорю вам да вот так это выглядит посмотрите и теперь я перехожу к закрытию такому же точно на лицевой стороне хочу посмотреть спасет ли это вот скручивание лицевой глади если сделать декоративное закрытие на лицевой стороне делаем то же самое вот абсолютно то же самое просто по лицевой стороне сняли кромочную закинули протяжку на левую спицу провязали подобие дужки лицевой сверху закрыли кромочный далее делаем также протяжку на левую спицу провязываем подобие дужки лицевой протягиваем через предыдущую закидываем протяжку на левую спицу провязываем под обе дужки и лицевой петлю и петлю лицевой перед Easily вот уже у нас идет закрытие но еще рано смотреть чуть позже посмотрим закидываем протяжку на левую спицу провязываем под обе дужки лицевой петлей и накидываем предыдущую так продолжаем до конца ряда закинули протяжку на левую спицу подобие дужки провязали лицевой петлей сверху предыдущую закинули протяжку на левую спицу под обе дужки что очень важно видите по сути это вот подтянутая петля до из нижнего ряда вот обязательно подхватить обе дужки подобие дужки лицевой накидываем предыдущую сверху протяжку сверху на спицу на левую закидываем провязали подобие дужки протянули через предыдущую мне тоже кажется что вполне спасает от скручивания вполне и вот в таком виде но по этой стране у нас идет косичка закинули протяжку провязали подобие дужки лицевой протянули через предыдущую так действуем до конца ряда действовать лучше острый спицей так мы подошли кромочные между ним мы не делаем не накидываем протяжку просто провязываем изнаночный как обычно кромочную и протягиваем через предыдущую закрытие закончена смотрим что получилось рассмотрим внимательно образец по посмотрим внизу да у меня платочная гладь вот скажу что вот видите она чуть-чуть подкручивает этот это этот край не подкручивается то есть тоже он должен спасти от закручивания лицевой глади очень надеюсь что вам понравилось это видео ставьте пожалуйста лайк не забывайте это помогает продвигать мои видео вот таким вот образом выглядит на лицевой стороне этот валик он получается переходит на немного на изнаночную сторону по лицевой стороне у нас косичка вот так выглядит это прям со стороны края а а вот так выглядит это когда мы закрывали по изнаночной стороне то есть вот этот валик такой вот он находится на стороне лицевой здесь он переходит на изнаночную сторону этот валик с вами была марина канал вяжем вместе с марины всего доброго а